В среду во Дворце Республики 12 аккордеонов сыграют аргентинскую и итальянскую музыку. Наша съемочная группа побывала на репетиции ансамбля «Импрессия». На первый взгляд может показаться, что это оркестр репетирует свою новую музыкальную программу. Но если присмотреться, здесь аккордеон, там аккордеон, и даже этот музыкант играет на аккордеоне. 12 аккордеонистов на абсолютно одинаковых инструментах готовятся к концерту. Мы начинали с трио, начинали троем. Три аккордеониста. У нас было три аккордеонистов «Импрессия». Бывает, нужно больше человек для состава, поэтому мы иногда расширяемся. Вот в таком формате, как сегодня, 12-13 человек. Это у нас первый такой большой состав ансамбля. Зато такому количеству аккордеонов по силам сыграть любое музыкальное произведение. Так нам объяснил Валентин. У каждого аккордеона на сцене своя задача. Наш инструмент многотембровый, многофункциональный. У нас есть регистры. Мы пользуемся этими переключателями и включаем разный диапазон звучания мелодии. И таким образом мы можем исполнять как мелодию, так и функцию аккомпанемента. Эту девушку зовут Настя. И она профессионально играет на тяжелом и большом инструменте. Но это не мешает ей оставаться хрупкой и женственной. К примеру, сегодня Насте захотелось на репетицию обуть высокий каблук. Значит, так и будет. И это не обсуждается. Девушка должна оставаться девушкой на сцене. Даже с таким тяжелым инструментом, как аккордеон. Помощь других инструментов аккордеонистам тоже нужна. Ильяне Чапорук весь концерт будет играть на барабанах. А Максим Лавриненко аккомпанировать на фортепиано. Его задача сыграть вместе с ансамблем. Аргентинскую, итальянскую музыку. Очень энергичную, очень мелодичную, красивую. Ну и вот менее известный композитор Роберто де Марино. Тоже некое открытие такое большое. Этого композитора я раньше вообще не знал. Эстрадную и аккадемическую музыку от аккордеонистов можно будет услышать 24 апреля на главной сцене Дворца Республики. Яна Раховская, Анна Кучеренко, Данила Кузьменко, ТСВ.